Наука, ее роль в развитии общества и основные черты современной науки. На сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Уровень развитости науки служит одним из основных показателей развития общества, а также это показатель современного развития государства. Все, что вокруг человека, все, что его окружает, это достижения науки. Современная наука обладает удивительными возможностями. Еще в 1904 году Никола Тесла утверждал, что когда-то человек сможет посылать свою мысль на самые-самые далекие-далекие расстояния. И что мы наблюдаем, спустя век это стало возможным. Информатизация общества достигла такого высокого уровня, что сейчас практически любую информацию человек может найти в интернете. Практически в каждом доме, в каждом офисе сейчас уже есть компьютер, есть интернет. Они сделались настолько обыденными, что человек забывает об опасностях, связанных с их использованием. Как и любой другой электроприбор, компьютер создает вокруг себя электромагнитное излучение. Все входящие в компьютер устройства и вспомогательное электрооборудование формируют сложное электромагнитное поле. Большинство современных исследований по влиянию электромагнитного излучения говорят о его вреде для здоровья. Однако наука на современном этапе пытается решить и такие проблемы. Создавая новые отрасли внутри структуры научного сообщества. Исследует эти проблемы такая наука, как эргономика. Эргономика это наука, изучающая человека во взаимодействии с компьютером, с рабочим местром, с какими-то другими машинами. Вообще эргономика занимается комплексным изучением трудовой деятельности человека. И поэтому объединяет в себе многие научные дисциплины, такие как физиологию, гигиену труда, психологию и другие. Ученые стремятся найти путь снижения нагрузки на организм человека, связанный с работой на компьютере, также не принимают участие в создании совершенной и безопасной техники. Благодаря развитию медицины, биологии, генетики, эмбриологии, человечество смогло найти как бы противоядие от многих недугов. Наши предки не могли даже представить, что в 21 веке станет возможным выращивание новых человеческих органов для замены их на нефункционирующие в организме, не стоя также на месте химия и физика. Эти науки развиваются в двух направлениях. Во-первых, как фундаментальные науки, то есть это создание и изучение теоретических основ физико-химических знаний. И как науки прикладные, это решение уже практических задач, которые применяются непосредственно уже в различных сферах жизни людей. В 21 веке человечество заняло почти все пространство земного шара. Мы живем в разных странах, на разных широтах, в разном местоположении, а следовательно у каждой страны свои особенности природных условий и климата. Многим странам постоянно угрожает опасность от природных стихий. И вот, к сожалению, ограниченность природных ресурсов все сильнее и сильнее дает о себе знать. Поэтому особое значение приобретают такие науки, как география, геология, энергетика и почвоведение. Эти науки из разных отраслей знаний пытаются предостеречь общество от природных катастроф, найти какие-то альтернативные источники энергии, в которых человечество нуждается ежедневно. В современности благосостояние стран непосредственно зависит от состояния их сферы науки. И только те страны, которые уделяют серьезное внимание научным исследованиям, успешно осваивают новейшие наукоемкие технологии, предоставляют для этого достаточно мощные финансовые, информационные, производственные, интеллектуальные средства. Вот они лидируют в современной политико-экономической гонке и занимают ведущие позиции на мировой арене. Управление современным обществом без науки невозможно. На современном этапе развития наука изменяет социальную структуру общества. Во всем мире наблюдается тенденция роста численности, занятых умственным трудом, и уменьшение численности, занятых неквалифицированным физическим трудом. Наука воздействует на человека непосредственно через образование. Изучение научных трудов и достижений способствует развитию детей, их формированию как образованной личности. В основе современного образовательного процесса лежит научная картина мира. И сфера образования в Российской Федерации опирается на научно рекомендуемые методики. Наука, осуществляя направленное воздействие на образовательный процесс и на изменение структуры образования, распространяется на все его компоненты, на цели, задачи, принципы, формы и методы, средства и результаты. Формирование научного мировоззрения происходит тоже благодаря системе образования, которая играет существенную роль в формировании личности. Современная политика в области образования и науки направлена на то, чтобы подготовить и использовать огромный потенциал специалистов и бакалавров с высшим образованием. Об этом свидетельствует тот факт, что объем научной деятельности, рост научной информации, открытий, число научных работников, аспирантов, доцентов удваивается в среднем примерно каждые 5-10 лет. На сегодняшний день азы науки учителя стараются доводить до детей через глобальную сеть – интернет. Предпочтение начинают давать невидимым колледжам, дистанционному обучению, виртуальным институтам. Теряется живое непосредственное общение учителя и ученика, уменьшается роль учителя, отсутствует воспитание детей на живом примере. Ну и в этом мы видим лишь отрицательные последствия для будущих поколений. 20-й век был выдающимся в области технического развития. Без всякого преувеличения можно сказать, что за 100 лет сделано открытие не меньше, чем за всю предыдущую историю человечества. Вклад, который внесла наука в 20-м веке в развитие человечества, огромен. Но если же сложить средства, которые человечество потратило на фундаментальные научные исследования, за всю свою историю, сумма окажется несравнимой ни с одним бюджетом какой-либо развитой страны. Государства теряют огромное количество средств, которые можно было бы направить на борьбу, например, с голодом, с болезнями и с другими проблемами, встающие перед главами государств, ну и перед человечеством в целом. Новейшие научные разработки, кроме несомненных благ, несут в себе и потенциальную опасность. Вырабатывая огромное количество энергии, тепловые электростанции выбрасывают в атмосферу миллионы тонн золы, пыли, газов, которые загрязняют окружающую среду и разрушают озоновый слой планеты. Аварии на тех же атомных станциях, на предприятиях, которые используют радиоактивные материалы, приводят к катастрофическим последствиям. Одним из таких примеров служит катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Гармонично вписать технику и научные достижения в природные процессы – это одна из насущных задач ученых наступившего века. Только решив эту непростую задачу, можно обеспечить не просто выживание, а достойную жизнь грядущих поколений на нашей планете Земля. Науку принято рассматривать как высокоспециализированную деятельность по производству объективных знаний о мире, включающем и самого человека. Науку принято рассматривать как высокоспециализированную деятельность по производству объективных знаний о мире, включающем и самого человека. В настоящее время в экономике, политике и социальной жизни общества все большую роль играет научно-техническая революция. Она представляет собой сложную динамичную систему, которая включает в себя науку, технику и производство. В этой системе наука служит генератором идей, техника осуществляет их материальное воплощение, которое реализуется через производство. Развитие науки приводит к глубоким революционным изменениям в технике и технологии, что естественно революционизирует и материальное производство. Первой и наиболее характерной чертой современной науки является то, что она становится непосредственной производительной силой. Это значит, что технический прогресс непосредственно опирается на развитие науки. Конечно, не вся наука работает исключительно на технику, но в общем объеме науки значительное место занимают исследования, решающие собственные проблемы науки. И все же можно говорить об индустриализации науки не только с точки зрения ее оснащения, но и с точки зрения ее связей с производством. Вторая характерная черта современной науки – это масштабность. На смену ученым-одиночкам относительно свободным в выборе научной проблематики и сроков исследований пришла масса людей, опирающиеся на мощную техническую базу, научная работа которых планируется и управляется. Резкое ускорение темпов научно-технического прогресса – это третья характерная черта современной науки. Оно приводит, во-первых, к развитию науки в направлении ее внутренней дифференциации, вызывающей, в свою очередь, узкую специализацию исследователей и, во-вторых, колоссальному увеличению объема накапливаемых знаний, что требует новых масштабов и форм систематизации передачи научной информации. Наряду с процессом дробления и специализации в современной науке проявляется и противоположный процесс объединения не только смежных, но и весьма далеких наук, например, экономики и математики, эксплуатации автомобильного транспорта и математической логики. Это четвертая характерная черта современной науки, которую можно назвать тесным взаимодействием наук. Особенно ярко это проявляется в глубоком проникновении математических методов в самые разные, не только точные, но и гуманитарные науки. В последние годы в науке обнаруживается еще одна, пятая характерная черта – это системный подход к изучению объектов исследования. Это означает, что исследователь выявляет не только строение и свойства исследуемого объекта, но и старается понять способ связи его частей и подсистем, понять функции, выполняемые каждым элементом. При системном подходе исследуемый объект рассматривается как сложное целое, обладающее свойствами сохранять устойчивость и качественную определенность в различных условиях его существования. Безусловно, наука – это одна из важнейших форм культуры общества, а ее развитие – это важнейший фактор обновления всех сфер жизнедеятельности человека. Современная наука формирует мировоззрение человека, она тесно связана с техническим прогрессом, помогает создавать прогнозы развития общества и разрабатывает программы, которые помогут решать проблемы, встающие перед человечеством. На этом наш с вами урок «Наука. Ее роль в развитии общества и основные черты современной науки» закончен. Поблагодарить автора видео вы можете подпиской на наш канал, она бесплатна, поставить лайк этому видео или поделиться им у себя на страничках в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться под видео». До встречи в следующем уроке, который будет у нас называться «Образование и самообразование». До встречи в следующем уроке, пока. Одна концовка Продолжение следует...